Азазель – это главный демон, самый из страшных демонов пустыни. Он дал мужчинам оружие, чтобы они воевали друг против друга. И это никак другое название просто не идет, понимаете? Узники Азазели. Мне 62 года, я решила написать что-нибудь такое злободневное, чтобы люди читали то, что творится в этом мире, в этом нашем сложнейшем времени. Моя родственница оказалась в Сири. Я вышла с ней на связь, и она каждый день, по крупиночке, по изюменьке, она мне диктовала в телефоне, что творилось, что там творится, что и как. И вот по ее следам, вот эти 4 года, которые она провела там, я написала роман. С первого дня я ей сказала, «Дарина, солнышко, я хочу написать о вас книгу». Она сказала, «Хорошо, Тиара Би-би, Би-би, за тетя, хорошо, пожалуйста, напишите». Она мне все-все-все-все по изюменьке, по капельке. А когда приходили проверять их, она прятала телефон в песок. Мою родственницу не пытали, не били. Просто к ней обращались, ну никак. Вот есть деньги, она живет, вот, например. Потом они друг друга занимали деньги. Например, вот ей прислали 100 долларов, она делит с подругами своими, да, с сестрами, мусульманками. А потом им присылают, долг, значит, занимали они. Больше всех мне шокировало. Это денежные отношения, денежные отношения курдских военных, которые держали их все четыре года, чтобы их выкупили, чтобы за деньги. То есть надо было платить большие деньги. Если нет, нет, там идеями мало пахло, понимаете, там много денежных отношений. Подруги разрешили, сестры-мусульманки, позвонить отцу. Она вышла на отца, и отец ей помогал. Там такая ситуация в этих лагерях. Если кто-то посылает этим несчастным жертвам, я бы сказала бы, женщинам и детьми, деньги откуда-то, они живут. Если нет, они обречены на смерть. И все, благодаря то, что мы ей помогали, она выжила, потом ее амнистировало азербайджанское руководство. Вы знаете, огромную роль играет Турция с президентом Эрдоганом. То есть они приняли этих беженек, да, беженцев, на своей территории, там, приграничной зоны, дали им кровь, жилье, питание. И их уже оттуда, приграничной зоны, распределяли по государствам. Казахстан, Азербайджан, там, Россию. И вот ее лично амнистировала Мегрибан Ханун. Лично подписала. Она прошла амнистию. Она сейчас замужем. Все у нее хорошо. Дай бог, что скоро она станет уже матерью. Вот в чем она виновата? В чем? Я ее назвала Машенькой. В книге у меня Машенька она. Настоящая Машенька.